Мне кажется, каждый дизайнер должен знать о том, что сейчас идет огромная работа по разработке стандартов профессии. Многие принимали участие в этом. К нам Стас обратился в 2017 году, или в 2018 году, там, 3 года назад, да, и с вопросом именно о выразить наше мнение по стандартам, как мы это видим, дать какие-то свои рекомендации как профессионального сообщества. Мы от Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов с большим удовольствием приняли участие в рассмотрении, давали тоже свои какие-то рекомендации, советы. Большие коллективы принимали участие, ну, как бы не только в разработке, но и вот в таких вот консультациях. Итогом стал хороший, большой такой документ с большим количеством различных аннотаций. Стандарты, они своевременные, они нужны для того, чтобы нашу профессию считали не просто, так как, понимаете, такое что-то нечто эфемерное. Чтобы о профессии дизайнера говорили с уважением, нам нужны вот такие основополагающие нормы, да, от которых мы можем уже дальше исходить в становлении профессионального сообщества или понимать, как расти нужно дизайнеру. Стас, кстати, автор замечательной книги о энциклопедии, энциклопедии дизайнера, да, есть у тебя, Стас, на руку? Можешь мне сказать? Куда ты дел ее? А, вот она, вот она. Да, куда я сделал. Да, 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 у меня, кстати, такая есть книга, замечательная книга, я сам ее читаю, иногда, знаешь, вчитываюсь, то есть что-то упускаю, захожу и смотрю. Там, кстати, знаете, такой мануал, на самом деле, по созданию студии дизайна, вообще по работе дизайнера, и как раз затронуты вопросы стандарта профессии. Вот, Стас, ну, давай, наверное, мы к тебе перейдем, то есть сегодня у нас главный герой, на самом деле, днянер, спорная такая, как бы, история со стандартами, которая получалась, там, на ней ловили хайп, ее пытались, там, очернить, осквернить, там, в общем, поймать хайп кому-то удалось, да, но, видимо, история так и закончилась, ничем, ну, там, местечковым хайпом, так скажем, но работа дальше продолжается, и я, ну, прям три года назад сказал, что стандартом однозначно быть, и как хорошо, что кто-то начал заниматься их, ну, вот, систематизацией, обобщением, да, ну, блин, потому что если бы это был не Стас, то это был бы кто-то другой, ну, вот, так же заряженный, да, и, возможно, может быть, даже это был бы и я, но я понимаю, что это нужно быть настолько вовлеченным в процесс, что, возможно, у меня бы это заняло вообще, там, лет, не знаю, 7, например, там, да, вот, поэтому я, как человек из этой среды, я очень рад, что, ну, это сделал Стас с группой разработчиков, и сейчас мы можем как раз поговорить о стандартах. Стас, скажи, о чем все-таки стандарты, говорят, что это про творчество, про нормативы, какие нормативы могут быть для художников, расскажи, пожалуйста. Ну, отличный вопрос, спасибо большое, во-первых, за то, что пригласили, не знал, что я тут сегодня как главный гость, отлично, здорово, здорово, я вижу, что 200 человек собрались, я так понимаю, это начинающие опытные дизайнеры, кто сейчас работает в индустрии, да? Да, это дизайнеры интерьеров, здесь в меньшей степени те, кто там хочет стать дизайнером, потому что куст дизайн MBA, все-таки это для тех дизайнеров, которые уже хотят дальше расти, становиться руководителями студии, ну, там, более профессионально. Тогда эта тема будет еще более актуальна, потому что, ну, я за то, чтобы, если мы уже идем более профессионально, то мы профессионально должны подходить, в принципе, к своей работе. Для чего это нам нужно, да, не для того, чтобы похвастаться перед коллегами даже, я бы так сказал, а для того, чтобы, ну, просто делать свою работу более профессионально, получать больше денег, зарабатывать и оказывать более качественные услуги. То есть, если мы перед собой ставим такую цель, такую задачу, еще раз говорю, зарабатывать на любимом деле и делать это так, чтобы не испытывать, испытывать, наоборот, гордость, да, а не стыд за то, что ты делаешь, то разумно подходить к этому, ну, с точки зрения какой-то системы. И это не то, что там я придумал или кто-то придумал, это есть просто понимание, да, что всегда система выигрывает, а не система. Есть очень много талантливых людей, творческих людей, людей, у которых гениальных, даже не побоюсь этого слова, у которых все идет по наитию, все у них классно, здорово, талантливых, у которых вот с рождения все замечательно. Но насколько бы они были более талантливы и более успешны, если бы у них была некая система, и они двигались к результату. Можно посмотреть там по олимпийским, например, чемпионам, либо по кому-то. У каждого есть система тренировки, у каждого есть тренер, у каждого есть чемпионы, есть некая последовательность, которой он придерживается, да, для того, чтобы стать профессионалом. Я вам предлагаю некую последовательность, которая была разработана за много-много лет практики. То есть, по сути, есть возможность отсканировать, снять, взять уже готовую систему. Не надо изобретать заново, это как таблица Менделеева, либо как таблица умножения, да, не нужно заново это изобретать. Вы берете то, что есть, и с помощью этой техники запускаете уже свои ракеты в космос. Вот что важно. Поэтому стандарты – это очень важная вещь. Как Андрей сказал, что возникает вопрос, а не стандартизируется ли творчество? Совсем нет, потому что это большое заблуждение. И когда мы говорим о систематизации стандартах, мы всегда имеем в виду одно, что любая стандартизация, она улучшает творчество. Она уводит за скобки всю бюрократию. Вы можете ей заниматься там отдельно, вы можете делегировать это, взять помощника, а как раз таки самому, с чистым умом и совестью заниматься именно творческими процессами. Никто не говорит, какой должен быть у вас интерьер, какой у вас должен быть проект, как вам общаться и что делать с заказчиками – это ваше дело. Но этапы сдачи работы, этапы сдачи проекта вы можете использовать, которые уже даны. Вы можете использовать элементы профессий, которые уже разработаны, и комбинировать их в любой творческой составляющей для того, чтобы нанять себе правильную команду, как вы считаете нужным. Или не использовать, это тоже ваше право. Поэтому я считаю, что мы даем инструмент, как его использовать или не использовать, решает каждый сам. И инструменты вот в нашем случае и в случае сотен людей, которые у меня учатся, учились за 10 лет. 10 лет я преподаю эту тему. Организация системы в бизнесе очень успешно у меня получается это делать. Не у меня даже, а у людей, которые у меня учатся, у них получается это внедрить. И если планируете что-то делать, то нужно уже смотреть, что было наработано, и оттуда брать то, что вам полезно. Что не полезно, усовершенствуйте, дорабатывайте, доделывайте. Я только за это. Если вы сделаете что-то интересное в этой теме, пишите мне обязательно. Мы постараемся это включить, изменить, добавить. Это всегда приветствуется. Стас, просто, наверное, многие, ну не то, что многие, кто-то не в теме. О чем эти стандарты? Вообще скажи, что там внутри все-таки? Стандарт это документ государственного образца, в котором, ну почему он государственный? Потому что он описывает систему работы в любом, ну не творчестве, а систему работы в отрасли, можно так сказать. Он соединяет в себе все трудовые функции, которые нужно для осуществления трудовой деятельности. Немножко заумно сказал, но сейчас я поясню. Если мы берем... Приведи пример. Да, да, вот. Мы берем дизайнера. Что мы делаем в дизайн? Как частный дизайнер, один человек. Он ищет клиента, он заключает договор, с юристом работает. Он ведет проект, он занимается творчеством, он делает визуализацию, делает чертежи, комплектацию делает. Декор, если клиента попросил, управляет проектом, менеджментом занимается. И сам еще отвечает за качество. То есть вот он 10 функций, которые у него есть. Что мы делаем? Можно это все делать самому? Конечно, да, мы это и делаем. Но если мы хотим это все делегировать и частично избавить себя от рутины, допустим, я не хочу чертить. Я вижу, что я могу взять помощника, кто будет чертить. Я его могу вытащить из своей темы и делегировать. И там будет у меня в стандарте описаны привязки, как мне это сделать правильно и грамотно. Второй момент. Я хочу придумывать, не хочу делать визуализацию. Ну я умею, но не хочу делать. Хочу делегировать. Все, привязал визуализацию. Обмеры. Можно я кому-то делегирую? Можно. Сделал. И если это происходит в обычном образе, я думаю, что если вы дизайнеры, которые уже работаете и кому-то что-то делегировали, то у вас возникает вопрос. Я беру человека и потом ему все придется объяснять, переучивать. Такая проблема, я думаю, у многих была. Можете подтвердить. Так вот, в стандартах по сути описано, как кто может учиться работать, чтобы сразу прийти и выполнять определенные функции. Да, естественно, где-то его нужно доучить. Но хотя бы база, скажем так, давайте так. Плохая база, плохой план, лучше его отсутствие. То есть мы даем хотя бы базу, на что можно ориентироваться. Дальше уже с этой базы смотреть, где как соприкасаться. Когда базы нет, приходят люди, которые и там, и сям, и чуть-чуть умеют, и то умеют, а в итоге что-то умеешь делать. Ну вот я буду помощником дизайнера. Так он в помощниках 10 лет и ходит, потом его либо выгоняют, либо наоборот. Ты ему все учишь, он сам создает свою компанию и уходит. Не то, не то. Ну как бы не полезно. Тут у нас есть несколько вопросов в чате. Так, 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 так. Как быть самозанятостью? Ну, я думаю, здесь это разные вещи абсолютно, да, самозанятость и стандарты профессии. То есть все-таки мы говорим про стандарты. Вот здесь Евгения написала стандарты для школ, курсов, что ли. Возможно, понимаете, так, как сейчас учат, вот как сейчас учат, это совсем не по запросам бизнеса. То есть мы как предприниматели, да, как, ну вот я директор студии дизайна, и ко мне, когда приходят выпускники вузов архитектурных и где учат на дизайнеров интерьера, их квалификация, она не позволяет им сразу же вливаться в рабочий процесс. Мне приходится их там доучивать, переучивать, и это занимает, не знаю, может быть, полгода даже занимает. Если люди приходят дополнительно обучившись, ну, понятно, значит, этот срок сокращается. Но в основном приходят, конечно, непригодные для того, чтобы сразу стартовать и работать в студии дизайна. Потому что запросы тех, ну, как бы стандартов, ну, это не стандарты, да, но та образовательная программа, которая существует, она не соответствует реалиям нашего бизнеса, вот так, как мы это делаем. Поэтому в стандартах, вот в тех, которых сейчас, те, которые сейчас разработал Стас, там и наведен порядок, там есть соответствие тех компетенций, которыми должны обладать, ну, те или иные должностные лица, да, в студии, запросам бизнеса. Вот в чем, наверное, и смысл этих стандартов. Ну, один из смыслов – это запрос бизнеса, естественно. Самое главное, что ты как заказчик, потому что если ты кого-то нанимаешь, ты являешься заказчиком. Ты в дизайн-студии, ты заказываешь себе хорошего сотрудника. И кто у нас обучает хорошего сотрудника? Вузы, либо курсы, которые готовят их. И ты говоришь вузам или курсам, что мне нужны там визуализаторы, что они должны делать. Первое, второе, третье, пятое, десятое. Все, и у тебя появляется программа не на доучивание, тебе приходится кого-то доучивать, а конкретно они уже обучились. Другое дело, если человек хочет сам работать, ему никто не запрещает. Изучай маркетинг, изучай MBA, изучай дизайн-право и занимайся всеми этими функциями самостоятельно. И если ты видишь, что ты не дотягиваешь, допустим, где-то, ну вот, никто не знал раньше, что есть комплектация, многие до сих пор не понимают и не знают. Вот они это делают в рамках авторского надзора комплектацию. Тем самым и клиенту не оказывают должных услуг, потому что не знают, как они делаются и что делать правильно. И не дозарабатывают себе там в два раза больше денег можно зарабатывать. Вот книга как раз вот об этом, о том, что вот есть комплектация, это профессия комплектации, как правильно работать. И если человеку никто в ВУЗе об этом не сказал, а в ВУЗе об этом не говорят, мы хотим, чтобы это было изначально, сразу же человек приходил куда-то обучаться, либо входил в профессию, он понимал, так, кем я буду? Я буду менеджером, я буду дизайнером больше, да, специализация. Я буду комплектатором, на чем я буду зарабатывать, как я буду со коллегами своими работать, буду ли я нанимать, создам студию. То есть, чтобы была карта мира. Мы создаем, по сути, некую карту, которая подходит для всех студий и сотрудников, и клиентов, и обеспечиваем стабильность этому миру вообще, то есть, индустрии. Спрашиваю, давай пару комментов дам, что по сути должностная инструкция. Нет, должностная инструкция – это документ внутренний в компании. Каждый как раз-таки на основе стандартов может сделать должностную инструкцию. В чем отличие? Давайте хороший вопрос на самом деле. В стандартах описывается общее требование и знание, умение, навыки, действия, которые должен делать каждый из специалистов. А должностная инструкция – это привязка к конкретно каждой компании. То есть, у вас должностная инструкция может быть одновременно связана, я сейчас утрирую, но чтобы было понимание, у вас может быть там должность какой-нибудь дизайнер-визуализатор, и у вас будут совмещены две функции по стандарту, две функции в этом должностной инструкции. То есть, вы можете комбинировать как угодно. И в этом-то как раз и есть творчество уже предпринимателя. Он берет стандарты и соединяет из 10 возможных позиций себе 2, 3, 5, 10, сколько хочет. Может все разделить, может соединить. То есть, должностная инструкция уже создается на основе неких утвержденных стандартов, на которые учатся люди. И тогда у вас получается для компании документ. То есть, она немножко позже пишется. Так, думаю, что я поотвечаю на вопросы, да, Андрей, тогда, да? Да, 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 конечно. Я думаю, что должны быть уровни квалификации, возможно, коэффициенты оплаты какие-то. Нет, коэффициенты оплаты мы не можем внести, потому что коэффициенты оплаты диктует рынок. Всегда будут люди, которые будут готовы работать бесплатно, за еду. Будут всегда люди, которые берут там 10, 20, 30, 50 тысяч за метр квадратный. Это рынок. И тут уже у нас умение есть себя продать, умение найти клиентов. И это справедливо. То есть, умеешь себя продавать, молодец. Не умеешь, ну, значит, будешь дешево работать. То есть, на законодательном уровне это невозможно, да и не нужно делать. Лучше, кто хочет работать с премиум-сегментом, это возможно. Кто хочет работать с бизнес-сегментом, это тоже возможно. Это отдельно там учится, прорабатывается, и каждый это может. Абсолютно точно. С любой жизненной позиции можно, ну, выйти на премиум уровень. Я просто по себе знаю, я абсолютно не из там каких-то, ну, короче, я из обычного там рабочего городка, да, собственно, продвинулся в эту отрасль. И спокойненько это можно делать, если ты понимаешь психологию людей, если ты двигаешься вперед, если ты обучаешься, приобретаешь нужные навыки. Об этом как раз мы и говорим все время. Так, можно про комплектацию подробнее? Ну, задайте более конкретный вопрос, я тогда отвечу. Проблема с образованием не только в профессии дизайнера, это в целом проблема образования в России, разве можно стандарт изменить систему? Да, может, конечно. Есть механизм изменения стандарта, вводится стандарт, на основе стандарта учебные заведения, вузы готовят программу, потом выпускают, и дальше уже люди будут готовы. То есть, да, это начало. Это как алфавит написать, может ли там алфавит, либо какое-то правило изменить систему? Да, может, постепенно именно с этого изменения системы и начинается. С создания системы, которой раньше не было. Поэтому это самое правильное действие. То есть, нужно будет уходить, что вроде аккредитации. Нет, аккредитации проходить не надо, это не обязательная история, это добровольная. То есть, у вас есть некий алгоритм, который вы видите перед собой, вы можете ему не соответствовать, вас никто не обязывает. Но если вы будете устраиваться в какую-то компанию, например, на должность дизайнера, то я бы у вас спросил, а ты какую функцию хочешь выполнять? Вот ко мне устраиваются, Андрей, к тебе же, наверное, тоже приходят устраиваться люди. Ты говоришь, какую должность, ну, типа, кем ты хочешь работать? И мне, например, если я ищу чертежника, мне выгодно, чтобы человек хотел чертежником работать, а не помощником. Кто такой помощник? Ну, вообще непонятная должность. Чертежник, пожалуйста. Если ты чертежник, то, значит, ты чертишь что-то, то-то. Либо визуализатор, значит, ты берешь материалы такие-то и делаешь такую-то картинку. То есть я тебе могу спокойно платить за понятный результат. А какой результат у помощника? Вот результата у помощника нет. Вообще, вот мне больше всего не нравится эта формулировка. Типа, хочу у вас работать с помощником-дизайнером. Так это ты мне должен платить, чтобы у меня работать, потому что это, по сути, обучение. Вот и все. А то я буду, как бы, помощником, и еще мне деньги платите. Так, какие стандарты в дизайне интерьера? Вот спрашивают. Я думаю, что можно в чат скинуть ссылочку, пока я отвечаю. А я сейчас прям даже скину сразу. У меня здесь он, ну, или Андрей, ты можешь скинуть. Там можно почитать после эфира более подробно, кому интересно. Где можно узнать про профессию, стоит ли мне, как фрилансеру, почитать азы? Да, лучше, если ты, как фрилансер, работаешь, почитать азы, потому что обучение всегда лучше не обучение. То есть, если ты в этой теме, то, как минимум, лучше посмотреть, что делают другие ребята, чтобы быть в курсе хотя бы. А потом уже решить, применять или не применять. Сделать свой вывод. Написать там положительный пост, либо гневный пост. Все приветствуется. Главное, чтобы это было на каком-то основе своего рассуждения. Где можно ознакомиться со стандартами? Сейчас скинем ссылочку. Юля, стандарт... Да, скинь, пожалуйста, ссылку. Да, у меня не получится. У меня планшет вертикально стоит. Мне неудобно сейчас заходить. Ой, чудо техники. Дизайнера накупили. Сейчас скину. На самом деле гуглится. Просто набирайте стандарт профессия и увидите. Дизайнер интерьера увидите. Скинул. То есть, например, стандарт... Так. Предусмотрен сотрудничество дизайнера и визуализатора. Конечно, предусматривает. Все работает на разных условиях по правкам. Можно работать на разных условиях. Сами правки и условия договора вы обсуждаете индивидуально. Вопрос в стандарте, что описано, что дизайнер должен выдать задание. И как, что он, ну, должен выдать. А визуализатор должен сделать по заданию. Это по стандарту написано. Но по факту бывает как. Бывает, что я дизайнер, мне лень работать. Я нашел себе классного визуализатора, типа дизайнер-визуализатор. Я взял заказ какой-нибудь жирненький и отдаю этому визуализатору. Я говорю, слушай, ну сделай примерно как на картинке. Ты же умный парень, либо девушка. Сделай, пожалуйста. Так тоже бывает. Так можно. Так некоторые работают. У меня так много заказывают. За это они готовы больше платить. То есть я как визуализатор, еще чуть-чуть и дизайнер, я с удовольствием делаю такие заказы. Потому что, ну, как бы нарисовал картинку, отдал и заработал денег. Быстро, без правок и всего остального. Так тоже можно. Это стандартно мне описано. Это описывается уже вашим, ну, желанием, да, если вы так умеете. Если вы нашли такого человека. Вы можете комбинировать как угодно. И это уже уровень должностных инструкций. Так, то есть, например, в стандарте комплектаторы перечислены конкретные задачи, которые дизайнер должен соблюсти. А в случае несоблюдения из пунктов это уже будет являться рычагом давления на дизайнера со стороны клиента. Не со стороны клиента, а со стороны работодателя. Клиент тут ни при чем. Клиент работает по договору. Ну и с работодателем вы тоже договариваетесь. По сути, это некий свод базовых инструкций. Давайте возьмем так, что стандарт профессии это некий базовый договор между вами и вашим работодателем. Ну, если вы устраиваетесь кому-то на работу. Либо между вами и вашим сотрудником, если вы кого-то берете на работу. Клиента давайте сюда не прицеплять. И вы смотрите эти стандарты, смотрите. Так, что ты будешь делать? Давай с тобой договоримся на берегу. Вы смотрите. Это умеешь, умеешь, умеешь. Это не умеешь. Все, давай договоримся. Либо ты доучишь, и мы тебе полноценно платим, сколько ты хочешь денег? 50 тысяч в месяц. Либо, если ты это не умеешь или не хочешь учиться, я тебе буду 35 платить. Потому что 15 мы отдаем менеджеру, который умеет это делать. Я беру твои деньги, которые ты сам бы мог заработать, и отдаю другому человеку. Потому что ты это не умеешь. И пока не научился, я буду платить тебе 35, а 15 я буду платить помощнику твоему. Из тех 50, которые я потенциально мог бы тебе платить. А с клиентом вы уже договариваетесь дальше. С клиентом вы договариваетесь по договору. Вы договариваетесь как предприниматель уже с клиентом. Не как дизайнер, а как предприниматель. И только потом вы становитесь дизайнером, который делегирует. С клиентом вы договариваетесь, что возьмете с него 200, например, тысяч рублей. Из них 50 отдадите дизайнеру, 50 оставите компанию, 50 заплатите за офис оборудование условно. И 50 у вас останется на визуализации черчения. Ну, примерно, то есть раскидаете сами. То есть вы имеете некий баланс, который можете разделить, и у вас есть инструмент, с помощью которого вы можете это сделать. Инструмент не какой-то там дай-ка я погадаю, а потом посмотрю, сколько у меня денег осталось по факту, а инструмент заранее предусматривающий финансовую модель и развивающий бизнес. То есть давайте так, все это нужно, то я сейчас рассказываю, только тем людям, кто хочет, скажем так, зарабатывать больше 100-150 тысяч рублей в месяц. Есть ли тут такие? Ну, кстати, интересно, да. Если нету, то это не нужно вообще, не парьтесь, делайте дизайн до 100-150, ну то есть более-менее вы можете и на работе, ну или самостоятельно там фрилансить, в принципе. Кто больше хочет, это инструмент заработка от 150, 300, 500, миллион, 2 миллиона, это не предел, это только начало, в принципе, вообще. Ну то есть для некоторых можно сказать, что это какие-то небывалые несбыточные цифры. Нет, это обычно стандартная история, в которую можно выйти любой дизайнер, если действует системно. Для этого это делается, потому что система это работа на результат с помощью помощников, которые работают по правилам, вот и все, не ограничивающих творчества. Понятны мысли? Надеюсь, да. Так, по-моему, тогда выхлоп будет так себе, если не обучать. Ну, окей, доучить можно, да. Если я сама визуализатор, ну, значит, сама визуализатор отлично. Ну и что? То есть хочется спросить, какой вы вывод сделали с того, что я сказал? То есть вопрос в чем? Договаривайте вопрос, это первое правило дизайнера, правильно задать вопрос, ну то есть чтобы получить какой-то ответ, потому что непонятно. Да, диригирование немного упрощает. Все упрощает, если вы научились делать, диригировать, вы на пути к успеху, в принципе. Делайте то, что вам нравится, то, к чему у вас таланты, то, за что вам платят денег, когда вот правило Парета, все знают, да, что 20% деятельности нам приносит 80% результата. Вот важно, чтобы эти 20% деятельности доставали нам удовольствие, мы так и делаем. Так, зато можно несколько параллельных, да, 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 конечно, несколько проектов. Представьте, для чего это все нужно, да, это не для жадности, что дай-ка я сейчас все деньги мира заработаю, нет. Умение работать по системе, работать в команде, вас никогда не допустят, как фрилансера, допустим, к проектам, ну к крупным, да, там какой-нибудь застройщик будет у вас заказывать, вернее не будет никогда в жизни. То есть у нас там Аэрофлот, Сбербанк заказывали, большие офисы мы делали, связной 10 тысяч метров, ну компания, да, знаете. Москва-Сити мы делали, три башни. Фрилансера просто туда не допустят без системы, а мы делали. Почему? Не потому, что мы везучие, да, или там какие-то знакомства у меня, у нас никаких знакомств нет. Мы просто как бы показали людям, что мы справимся с этой задачей благодаря системе, показываем, как у нас работает, они такие, да, нормально, окей, верим. И к ним приходят другие дизайнеры, которые говорят, вот мы творческие люди, мы вот сейчас вот вам краску подберем под последний модный тренд понтона. Ну, окей, окей, спасибо, краску мы сами подберем, дайте нам систему и гарантию, что вы в срок сделаете. Понимаете, как бы здесь уже идет на более серьезном уровне вопрос организованности. И менеджеры, которые крупной компанией работают, они просто не хотят рисковать, потому что, ну, они не хотят за вас ответственность брать, ну, как бы за ваше творческое начало. То есть частному клиенту еще можно там что-нибудь напеть, прийти в шарфике, да, с кисточкой, в береточке, да, и вот, ну, я утрирую, да, ну, условно, значит, эмоционально его взять. Да, это можно, вот, но вот с крупными проектами такая тема не прокатит. Поэтому вот кто хочет с крупными работать, а там чеки, несколько миллионов за проект, это окей, вполне. С частниками тоже, на самом деле, такая же тема, да, если мы работаем с логически людьми, которые развиты, а чаще всего это технические предприниматели. Сейчас какая у нас тема на, ну, на волне? Айтишники, айти, онлайн там обучение, тема связанная с удаленными профессиями, то есть это люди, которые сейчас миллиона зарабатывают, просто очень много денег в этой индустрии, очень. Это молодые ребята, которые хорошо разбираются в маркетинге и в творчестве. Вот, соответственно, они мыслят тоже точно такими же категориями, они мыслят системой. С ними очень просто договариваться буквально на раз-два, если вы наговорите на одном языке. То есть дизайнер должен быть не только творец, это само собой, это так и должно быть. Еще должна быть вторая дополнительная составляющая. Я не исключаю эту тему ни в коем случае, да, она в любом случае должна быть тема, связанная с творчеством, да. Я даже просто про нее не говорю, это как бы типа тема по умолчанию. Вот вопрос о том, что дальше это делать. Вот есть у вас творчество, а дальше что? Вот это вот все о том, что делать дальше. Так, у меня заказали дизайн как у визуализатора, отлично. Так, использую визуализатор в формате 3D. Так, окей, своя тема идет. Пишите, пожалуйста, если комментарий пишите, то, ну типа слово вопрос, чтобы я зачитывал, ну не просто переписку, а если какой-то вопрос есть, я его озвучу. Сейчас сталкиваюсь с тем, что не могу найти технического дизайнера, без стандартов сложно объяснить, что от него требуется. Ну, напишите пока без стандартов, можете взять стандарты и прописать по стандартам, тоже будет окей. После того, как утвердят стандарты, все должны будут дополнительно обучиться. Нет, не обязательно. То есть, скорее всего, обучение до стандарта и после разница. Оно не разнится, потому что мы и так сейчас работаем так, как надо, мы же сейчас как-то делаем проекты. Оно просто более системно все показывает, что и так человек делает, что и так делает дизайнер. Сейчас это просто нет в одного документа, где все написано, а сейчас вот он как бы есть, не было раньше. Но там вам никто не заставит делать того, что вы и так не делаете. То есть, просто, скорее всего, вы делаете что-то по наитию, по впечатлению, вот как комплектацию делать, например. Да, вот там целая книга написана по комплектации. Скорее всего, вы делаете, ну, как-то по-своему. Вот, чтобы делать не кустарным методом по-своему, как вот, ну, как придумано, без обучения, а делать по технологии. Вот есть технология, вот можно посмотреть, и там все есть. Я пришел к помощникам дизайн-студии, у меня спросили, что мне больше нравится. Да, отлично. Я сказал, подбирать мебель, вот тебе комплектацией занимаюсь. Отлично, вот это то и нужно, да. Но хочу перейти в самозанятость и собрать команду. Для того, чтобы вам перейти в самозанятость, вам нужно, ну, как минимум, узнать другие вещи. Ну, я бы начал с упаковки себя, понимание сути, какие у вас таланты, с трансляцией этих талантов, с привлечением клиентов, которые ценят эти таланты, с получением денег по этой теме. И дальше уже можно создавать студию и двигаться, уходить с работы. Потому что заранее уходить с работы лучше не надо, конечно. Так, есть. Вот все ответы я тогда шел, наконец-то, до тех, кто хотят денег. Отлично. Ну, здорово, значит, если вы денег хотите продвинутые, ребята, слушайте внимательно, потому что вот про деньги я точно могу рассказать многое. Вот, я в этой деле, в принципе, неплохо разбираюсь. И продукты создаю, и компанию, много лет работают. Ну, то есть, у меня много разных бизнесов с этим связано. То есть, я в этом шарю очень хорошо. Так, хочу 400 через 2 года. Отлично. Будет ли профессия дизайнера интерьера облагаться налогом? Да, она и так сейчас облагается. С введением АКВЭД как основной вид деятельности при открытии. Все то же самое пока. Хочется больше... А, кстати, у дизайнеров есть еще патент. Поэтому вы можете оплатить там 25-50 тысяч рублей в год. И платить только 1% в пенсионный фонд. Это самые лучшие условия, по-моему, в мире. Такого нигде вообще нет. Хочется больше 2 миллионов. Отлично. Отлично. Но многих, кстати, пугают такие цифры. Если вас не пугают цифры миллионы более, то вы уже на правильном пути. Потому что я занимаюсь очень много с дизайнерами, с ребятами. В основном проблема в неверии в себя. В том, что, короче, не то, что не знают как, да, или не получается. А именно, ну, короче, внутреннего какого-то нет стержня и уверенности, что я этого достоин, что у меня получится. Ну, то есть какая-то параллельная вселенная, как на луну полететь. Вот. С этим проблема. У вас вижу, что нет. Это очень хорошо. Вот Людмила пишет. Поэтому классно. Так. Делегирование – хороший инструмент для масштабирования. После того, как утвердят, так, это уже было, было, было. Личное сообщение. Нет ссылки на стандарты в чате. Повторите ссылку. Да вот, есть ниже. Вроде повторили. Есть. Так. Самозанятый без высшего образования может вести сам весь проект от начала до реализации, вести авторский надзор. Дизайн обязан подтверждать свою квалификацию. Лена спрашивает. Может, делай все, что вы написали, подтверждать не обязан. В стандарте профессии обозначен вопрос про финансовую ответственность дизайнера. Нет, не обозначен, потому что вопрос финансовой ответственности дизайнера, отражен в гражданском кодексе и в защите прав потребителей. Есть такой документ. Прочитайте, не поленитесь. Там отражен. И там написано, сколько вы будете платить, если вы не сделали вовремя, либо не то. В качестве штрафов. Для системы какое минимальное количество людей? Я бы начинал. Хороший вопрос. Вот айфоны Иринка пишет. Классный вопрос. На самом деле, я бы систему внедрял сразу. Потому что системно работающая компания, специалист, ну и вообще, давайте так. Любая хорошо построенная системная студия всегда начиналась с одного человека. А если более конкретно, с мозга этого человека, это основательно. Поэтому даже если ты работаешь один, ты работаешь один в безопасности, тебе не надо условно нанимать людей, чтобы понять, как правильно работать. Я бы начал с себя, с обучения себя мыслить, как предприниматель и как будто у тебя студия, а потом бы нанимал людей. Это самая лучшая стратегия. Если вы сейчас один работаете, то лучше всего в безопасности это провернуть, сделать, а потом уже нанимать людей. Если уже наняли, но делать уже ничего не получится, нужно будет работать с чем есть. Но это сложнее. Если я начинающий дизайнер, то лучше пока оформляться как самозанятый на время. Самозанятый 2 миллиона 400, если вы зарабатываете в год, вы переходите на уже следующую упрощенную систему налогового положения ИП. Поэтому если вы меньше 2 миллиона 400 в год зарабатываете, то оставляйтесь как самозанятый. Если больше, то разумно сделать ИП плюс патент. Стандарты публикут создание вроде СРО, организации, которые берут деньги за вступление. Ну, смотрите, СРО это что имеется в виду? СРО есть обязательное. Когда у вас есть угроза жизни, это в строительстве даже не все. То есть если ты частное строительство делаешь, там до трех домов, вернее до трех этажей, четыре и более этажей, когда ты строишь уже многоквартирные дома, там СРО нужно. В остальных случаях СРО не нужно. То есть есть ограничения. Там, где ты с общественное здание, допустим, строишь, там надо все это делать, там это лицензируется, там это обязательно. В дизайне интерьеров нет обязательного лицензирования, поэтому обязательно к СРО не будет. Но будут клубы, сообщества. У нас есть клуб дизайнеров, допустим, вот у Андрея, я думаю. Андрей, ты деньги берешь с людей? Да? Ну, стоило бы брать, в принципе, если ты пользу даешь. Ну, в общем, смотрите, да, тут вопрос там. Начнем, начнем. Да, да. Нет, я на самом деле, я знаю, есть много профессиональных сообществ, где есть определенные взносы, членские взносы, какие-то базовые взносы, там ежегодные взносы, все у всех по-разному. Я сам состою, например, в одной общественной организации, и на региональном уровне я плачу порядка 30 плюс 5 тысяч рублей, на федеральном уровне я плачу 200 тысяч рублей, это в год. Ну, то есть у меня свои есть взносы, и я понимаю пользу от них. То есть то, что касается, например, Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, у нас не было никогда никаких взносов, и как бы не предполагалось, у нас была задача объединить как можно больше членов профессионального сообщества, независимо от их уровня, так скажем, с чем мы успешно справились. Сейчас мы переходим на другой федеральный уровень, который потребует большей работы и более, так скажем, ответственного отношения и нахождения в этом сообществе. Да, там будет какой-то минимальный членский взнос, в Союзе дизайнеров интерьера России, который мы создаем, и, кстати, я скажу сегодня, открою маленькую тайну, про нее пока никто не знает, мы ее из офиса не выносили. У нас на данный момент сейчас подключилось уже 44 региона, 44 региона в наш союз. Вот, представляете, какая цифра? То есть мы за полгода, грубо говоря, такую федеральную махину создали. Сейчас тоже это все на этапе согласования с юристом. Юрист готовит документы для подачи в Министерство юстиции. Да, у нас будет членский взнос, там, 5000 рублей в год, такой номинальный и совсем не, ну, я считаю, несущественный. Ничего, как бы, там, бесплатного, ну, вот такого, которое несет уже ясную, ощутимую пользу, ну, да, действительно, не бывает. Если есть возможности, там, государственной поддержки, еще каких-то мер, то тогда, да, мы так продолжаем проводить бесплатные мероприятия, обучающие мероприятия, вот как тот же сейчас дизайн MBA, на котором наши слушатели находятся, это бесплатная обучающая программа для профессионалов в сфере дизайна. У нас здесь несколько задач, как бы, объединяющая просветительская миссия, да, ну, и, в принципе, мы строим основу для союза, это тоже очень важно. Мы популяризируем правильную методику работы в профессии, да, вот мы продвигаем, я продвигаю, вот мне нравится Стаса, да, потому что у него действительно правильные мысли, и я с огромным удовольствием приглашаю его на все наши возможные проекты, потому что это система, которая помогает развивать отрасли, это очень важно, вот, поэтому мы начали там про деньги, да, ну, по возможности, если есть возможность не брать деньги, мы не берем, если есть возможность их взять, ну, значит, надо брать, как бы так. Ладно, можно работать за донаты, да, если кому-то было сегодня полезно, можете перекинуть Андрею там копеечку, 100-200 рублей, 300-500, тоже нормально. Да не, я шучу, конечно, но на самом деле, смотрите, такая тема, и почему затронул, потому что многие, ну, как бы, короче, платить за полезное, если было полезно, очень нормально, разумно заплатить, это же как бы не последние деньги, ты там чай, кофе попил там за 500 рублей с пирожком, да, тут ты, извините, там для своей профессии, то есть вот эту халяву, жажду халявы, кто-то спрашивал, а книга бесплатная, вот там, блин, вот книга бесплатная, нет, она специально не бесплатная, потому что я не хочу, чтобы, как бы, люди, которым жалко на себя, на свое образование, там минимальные деньги заплатить, ну, как бы, деньги, что такое, это энергия по факту, вот, если ты готов инвестировать, то ты ее и читать не будешь, да, если ты не купишь, то есть покупка, мне погода не сделает, там, эта стоимость, да, которая, там, за книгу или за что-то. Мне очень важно, чтобы люди воспользовались информацией, и, как бы, это самое важное, да, чтобы оно работало, поэтому было полезно, можно купить и можно использовать, либо, если вам было где-то полезно у кого-то на мероприятии, то, соответственно, можно тоже, так, заплатить, это нормально. Так, Кристина, так непонятно, для чего нужен стандарт, очень похоже на очередную книгу. Ну, давайте так, вы почитаете по ссылке, ну, либо, если вам хочется узнать, можно заплатить за личную консультацию, я вам лично объясню, даже не знаю, как еще, потому что там, ну, как бы, лекция на час, и либо посмотрите по ссылке, там бесплатно. Очень похоже на очередную книгу «Как стать богатым» и «Как взаимодействовать с людьми». Ну, странно, что у вас, как бы, такое ощущение по этому поводу. Стандарты – это о другом. Учитесь разделять деньги отдельно, стандарты отдельно, потому что я сейчас постарался, как минимум, отделить это в своем повествовании. Я думаю, что многие это увидели. Ну, если вы этого не увидели, то, ну, переслушайте запись, я думаю, будет, и попробуйте еще раз разделить деньги от стандартов и от системы. То есть деньги отдельно, система отдельно. Вот о чем смысл. Ну, по-другому я не знаю. Расскажите по пунктам плюс-минус. Ну, отдельно уже за деньги могу рассказать. Сможет ли заказчик при спорных ситуациях в суде зацепиться за стандарты, если у дизайнера нет высшего профессионального образования? Нет, не может, потому что стандарты – это необязательная тема, и стандарты не описывают то, о чем вы договорились с вашим заказчиком, с вашим клиентом. То есть там просто нет этого описания. И описания в суде будут апеллировать к срокам, к качеству работы и к составу. Поэтому если у вас сроки, качество и состав окей, то как бы спите спокойно. Если что-то не окей, то, соответственно, стоит переживать немножечко по этому поводу и исправляться. То есть заказчикам надо, конечно, правильные отношения выстраивать и соблюдать то, о чем договорились. Это нормально всегда. Интересно, с бесплатно получалось, сладко начался мой путь в 3D. О, Тимур, привет. 3D графики и дизайне интерьеров. Вот, да, я сделал полезные материалы. Очень многие, там сотни или тысячи, наверное, людей посмотрели. Ну да, тысячи у меня по просмотру там счетчик огромный. Вот, посмотрели мои материалы. Я за то, чтобы быть полезным. И кому нужно было, там, кто-то потом пришел ко мне поработать. Кому не нужно было или кто посмотрел бесплатно, тоже ради бога. Пожалуйста, это супер, это классно. И вспоминайте меня добрым словом, да, если как-то я повлиял на ваше становление, будущее или профессию, или вы с помощью моих, там, бесплатных материалов, не знаю, купили себе машину, дом, да даже стиральную машину, тоже нормально. Вот, вспоминайте меня добрым словом, мне приятно. Так, согласен необходимости стандартов. Отлично. Если остаешься самозанятым, то не можешь представить услуги посредничества, то есть не можешь получать процент поставщиков. Не знаю, надо смотреть. По-моему, нет, по-моему, не можешь. Не могу точно сказать, я не читал по самозанятым. По самозанятым не могут выполнять функции агентов, да. То есть там есть определенные ограничения. По агентскому договору они не могут работать. Ну, ничего страшного. Да, да, я тоже это слышал. Ну, как бы, смотрите, всегда выгодно, вот я всем рекомендую совет на миллион, да, не слушать кого-то. У вас есть, допустим, вечер какой-нибудь, пятница или суббота. Возьмите, откройте документы, да, которые называются очень просто, да, там, гражданский кодекс, там, часть 4, да, просто почитайте, что там вообще происходит. Да, закон о защите потребителей почитайте. Просто базовые какие-то основные законы, ну, по которым вы работаете. И если вы прочитаете, вдумчиво, да, не отвлекаясь там на телефон, ютуб и интернет, то вам все странно понятно, потому что вы увидите весь процесс и вы увидите, насколько, ну, достаточно грамотно там все описано. То есть, по крайней мере, вы увидите весь состав. Я просто прочитал сколько-то лет назад и я запомнил все сразу. Ну, то есть, есть какие-то нюансы, да, но если у тебя не возникают, то идешь и смотришь, ты уже знаешь, где что искать и что там оно есть. То есть, я отвечаю сейчас достаточно бодро и на любой вопрос, да, не потому что я умный, да, просто я почитал, посмотрел и применил. Я на самом деле, ну, как бы не сильно умный, да, в плане, я не уникальный в этом вопросе, я просто, ну, как бы усидчивый и почитал, и все. Вы точно так же можете это сделать, проблем здесь нет. Что это даст как дизайнер? Пока не понял, что. Купила книгу только что. О, отлично. Да, покупайте книги только что. Кстати, да, у нас же 200 человек. Ребята, в книге... Чуть-чуть, секундочку, реклама. В книге описан процесс комплектации, если вы хотите профессионально ее делать, здесь описано, как работать с поставщиками с точки зрения того, когда вы продали клиенту и начинаете работать. Также здесь описано, как можно продать. Там прямо есть такая интересная там функция, формула, как объяснить клиенту, что за комплектацию разумно заплатить вам деньги. Как договориться с поставщиками, чтобы они вам платили. Как выбирать надежных поставщиков. Примеры, конкретика. То есть, там все детально. Там никакой воды, 0 грамма воды. Вот у меня купили этих книг почти 2000 штук и только восторженные отзывы. То есть, уверяю вас здесь, ну если то, что я сейчас рассказываю, там как автор, как человек вам полезно, ну более-менее, вы же тут не просто так сидите. Вот здесь концентрированная информация в огромном объеме. То есть, доставайте там из кубышки последние 3000 рублей, если у кого-то там это край. И это самое будет лучшее вложение в вашу практику абсолютно точно. Стас, мало того, эту запись посмотрит еще как минимум человек 200, потому что не все могут онлайн смотреть. А у нас на курсе достаточно большое количество человека, то есть смотрят в записи. Вот, и да, еще для всех я скажу, что 17 книг я куплю для Томска, вот Стас, как мы с тобой говорили, да, и их получат самые лучшие ученики на курсе, который мы запустим с 17 по 21 ноября в Томске. И там уже как бы томские слушатели дизайн MBA в приоритетном порядке попадают на этот курс, ну а лучшие получат эти книги. Поэтому я считаю, что это хороший такой ценный подарок. С удовольствием бы сам, еще раз повторюсь, там читаю, перечитываю и рекомендую. И в качестве подарков тоже использую. Ну потому что это, наверное, вот одна из таких профессиональных книг в сфере дизайна, ну для дизайнеров, такая практическая, хорошая. Поэтому, Стас, ну вот получилась сегодня, да, такая даже реклама твоих книг, это очень хорошо. Я считаю, что это, ну, такое развитие, развитие для каждого, возможно. У многих, я смотрю по чату, да, тут даже, оказывается, и не знают об этом. И меня это как бы поражает, ну потому что я тебя давно знаю, и как бы многие из тех, кто бывает на наших мероприятиях тоже знают, да. Но я очень рад, очень рад, что есть люди, которые тебя не знали и попали сегодня вот на наш, на нашу лекцию. И сегодня тебя узнали, и сегодня узнали вообще о том, что существуют стандарты, что мы создаем союз дизайнеров интерьера России, профессиональную организацию, где уже 44 региона. Да, и если, я потом в чаты, наверное, Дизайн Эмби отправлю информацию и ссылки на Инстаграм Стаса отдельно, и ссылки на Союз. И вообще, вот много. Ребят, вот сейчас вы находитесь, знаете, в таком историческом моменте. Вот все, кто сегодня слушает нас, реально сейчас ветер перемен такой, настоящий ветер перемен. Прямо отрасль меняется, и я прям кайфую от этого, я прям чувствую эти изменения. Кстати, Стас, вот мы три года назад начали с тобой общаться, и я вижу даже, как ты изменился, понимаешь? Ты вот совсем по-другому общаешься, это очень круто. Вот мы каждый, ну, мне тут говорят, что мои изменения какие-то. Мы все меняемся, мы все меняем друг друга, это просто непередаваемо. И сейчас вы вот прямо эту историю щупаете руками. Вот эти вот вебинары, это вот именно то, где вы получаете возможность прикоснуться к моментам, которые меняют историю, и вы сами ее можете менять. Вот мне всегда вот это нравилось больше всего. Знаете, там, как там, теория пассионарии. Да, вот сейчас время такое пассионарии людей, которые, несмотря там ни на что, получают непонятно как эту энергию извне и обращают ее в какое-то позитивное русло. Вот мы сейчас вот все такие, все, кто пришел на этот курс, все, кто преподает на курсе. Потому что сейчас действительно настоящее время перемен, и мы творцы этих перемен все вместе. Это очень круто. Стас, ну что, вернемся еще к... Да, да. Смотрите, я супер могу рассказать по привлечению клиентов, по выходу на новый уровень, по продажам, по переговорам, по тому, как найти себя, если там кто-то не знает, как найти себя. По услугам, которые можно продавать дорого клиентам, по организации компании, по личному бренду и по привлечению, все вроде бы я сказал, 7 основных элементов. Даже по личной эффективности могу. Поэтому задавайте любые вопросы по этим темам. У меня прям практически на каждую. У меня есть система просто, я сейчас... Ну, давайте, пока вы задаете вопросы, пишите вопрос, ну, любой, я сейчас их отвечу. Что я сейчас делаю? Я сейчас стараюсь свою методику, которая у меня получилась и появилась, вот благодаря всей моей деятельности. Я сейчас ее увидел, что ее ценность не только в дизайне интерьеров, но и вообще в целом для многих людей. И сейчас вот, я думаю, до нового года я сделаю еще одну книгу. Она будет называться «Либо система счастья, либо формула счастья». Типа как-то как эзотерически звучит, но на самом деле там точно такая же четкая система, как в книге. По поиску своего дела, по правильному применению. Все оно основано будет на исследованиях ученых. Не на эзотериках, естественно, а на конкретные труды психологических ребят. Я изучил всю эту тему и вот буду писать об этом. У меня уже эта штука работает в тестовом формате, уже много людей у меня прошло. Ну, наши пока закрыты у нас были ученики, кому я давал. Очень крутые результаты. Вот, я думаю, что я с этой штукой помогу очень многим людям определиться, найти свой путь в жизни. Будете ли вы дизайнером, творцом, будете ли вы руководителем, будете вы там организатором большой компании, либо там выйдите на иностранный рынок. Все это можно будет увидеть по цифрам. Там есть формула. Почему формула называется? Потому что там есть формула, которая показывает, что лично для вас в этот промежуток времени, в котором вы сейчас находитесь, будет максимально актуально. И вы видите это на графике. Там я вас не пытаюсь убеждать. Вы сами заполняете таблицу и видите, система выдает вам тему, куда вам двигаться дальше. Очень крутая штука. Придумал я ее ровно год назад, когда ездил отдыхать. И как раз в октябре уже год исполнился этой теме. И за год я ее написал, и сейчас ее оформляю. Очень крутая штука. Вот решил тоже с вами поделиться. Такая вот информация такая, как из закрома, как Андрей сказал. Да, Стас, кстати, ты знаешь, пока мы с тобой сейчас общаемся, мне пришла замечательная мысль в голову. Ты же у нас выступаешь в Томске, да, у нас там будет обучающая программа такая, 21 числа. А 12 и 13 числа у нас в городе Омске пройдет два форума. Один форум креативных индустрий и 13-го это форум профессионалов творческих профессий. И слушай, я хочу тебя пригласить вот в Омск, в Омск на форум профессионалов творческих профессий. И по совсем такой очень интересной теме для поставщиков, для наших, для многочисленного количества производителей, как раз как правильно работать с дизайнерами, как создавать эти воронки и прочее, прочее. Ну, там же близко, да, в этих датах примерно. Давай обсудим отдельно тогда эту историю. То есть, если будет возможно, если будет удобно, если я туда все равно еду, если как-то удобно будет, ну, давай подумаем, как это можно, словно, чтобы там не на неделю ехать, да, а как-то компактно скопомогать. Нет, там отрыв будет в неделю, ты приедешь в Омск, вернешься в Омск. Давай обсудим тогда, да, чтобы у нас записи не оставалось. Окей. Отлично, отлично. Обсудим. В Красноярске. Смотрите, по приезду, если кто-то хочет куда-то пригласить, я с удовольствием, но я не организатор. То есть, нужен организатор, кто организует события, мероприятия, вот как Андрей, как там Света Котлукова, там Ольга, там Татьяна, разные у нас организаторы есть, кто меня приглашал. Поэтому организовывайте, приезжайте, пишите мне, у меня есть помощница, вышлет вам материалы, условия, как я могу помочь вам на вашем мероприятии заработать денег. Обычно я стараюсь, чтобы мой приезд был не в разряде затрат, а в разряде дохода организаторов, поэтому можете организовать даже бизнес на этой теме. Так, если начинающий дизайнер, то как стартануть и как попасть в профессию сообщества? Дайте ваши рекомендации, пожалуйста. Хороший вопрос. Если начинающий дизайнер, я бы сначала определился, что нужно. То есть, первый вариант – это стать профессионалом больше и идти на работу, куда-то развиваться в теме именно дизайнерства. А второй вариант – это если ты хочешь создать компанию уже. Это разные просто стратегии движения вперед, от этого будет зависеть, ну, типа, что делать. Давайте более конкретно напишите, я тогда сейчас постараюсь тоже сказать, успеем. Есть ли у вас своя система обучения профессии за интерьером? Да, конечно, есть. Можно мне написать в Instagram Direct. Да, кто не подписался, подписывайтесь на Instagram, там я общаюсь лично, поэтому присылайте. У меня есть Telegram-канал, там вам все пришлю, посмотрите. Ну, на самом деле, не потеряйтесь, если кому-то было ценно и интересно, подпишитесь, там будет много интересного. Как повысить… А, вот студия, да, пишет. Это кто? iPhone. Ага. Значит, если студия, то что бы я в первую очередь изучил? Я бы изучил тему, связанную с стандартной профессией, я бы изучил, прочитал вот эту книгу. Это две базовые позиции, что должно быть. Для того, чтобы вы вообще поняли индустрию, к чему можно идти. Это первая часть. Второе. Я бы, скорее всего, вам необходимо научиться, но не дизайну целиком, а нужно научиться стандартам качества дизайна. Вот это вот важная вещь. Для чего? Для того, чтобы вы могли отличить хорошую работу от не очень, от посредственной. Дальше, если вы идете в студию, то у вас нет задачи создавать проекты самостоятельно. У вас есть задача взять себе главного дизайнера, архитектора, ведущего дизайнера. И что у него не будет? У него как раз-таки не будет вот этой деловой хватки, да, и у него не будет процесса работы, который вы ему дадите либо из этой книги, либо из стандарт-профессии. То есть вы должны составить сценарии работы. И дальше вам нужно быть немножко менеджером, который следит, чтобы ваш сотрудник, ну или партнер, если вы партнера его возьмете, чтобы вы следовали строго алгоритму. У вас будут возникать проблемы, связанные с клиентом и с дизайнером. Потому что клиент всегда пытается получить больше, чем он заплатил, естественного желания. И часто пытается манипулировать дизайнером. Ну мы же с вами говорили, ну мы же обещали, ну пожалуйста еще один вариант. И дизайнер немножко принимает это на свой счет. У него нет силы характера иногда, да, сказать, что слушай, с удовольствием сделаем, но тут надо доплатить. Он этого не делает, то есть вместо того, чтобы доплатить, он чаще всего соглашается, что, наверное, он не доделал что-то и переделывает. Так вот, вам нужно быть тем человеком, который будет между этим дизайнером и клиентом выступать, таким как бы злым полицейским, да, который просто за это возьмет деньги. Ну по сути вот так. Для организации студии, для начала, вот этого в принципе окей, достаточно. Дальше вам нужно сделать продукт, какое-то портфолио оформить. Дальше нужно продать это все дело, объяснить, почему к вам идти, а не к соседу. И дальше найти клиентов, продать им. И дальше выполнить проект в срок, не запороть, чтобы у вас дизайнер не сбежал посередине. А если сбежит, то вы наняли нового и доделали. Дальше реализовать, сделать комплектацию, да, как в книге описано. Сделать авторский надзор, найти строителей, подрядчиков, сделать свою первую квартиру или дом, сфотографировать, вот у вас уже собственный портфолио. И потом повторить еще и еще раз, постепенно добавляя туда новых участников вместо себя, убирая себя с позиции менеджера и оставляя туда помощников. Вот так за один-два года можно создать свою студию и заниматься дальше уже созданием других проектов, либо развитием своей компании. Если мы говорим путь через систему работы, через менеджера. Дизайнер другой путь. То есть я о том и говорил, что у каждого свой путь, вот дальше там бывает в это ветвление, нужно их все знать, чтобы не свернуть не туда. Помните, как в сказке, да, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, что-то еще случится. Вот здесь также нужно знать сценарий возможных событий. Я хочу со временем открыть свою компанию и хочу пойти снизу все понять. Но это у вас займет лет 5, наверное. Тогда, ну если есть столько времени, можно. Я бы все-таки за то, чтобы изначально проклассифицировать себя, найти свое предназначение именно в дизайне. То есть что у вас идет. Я, допустим, понимаю, что я чертежником не буду. Да, я умею чертить, но я чертил, по-моему, два проекта только в жизни и понял, что это не мое. Я быстренько понял, что есть люди, которые гораздо быстрее это и с удовольствием делают, а мне это удовольствие не заставляет. Все, я делегировал эту тему и счастлив. Все, зачем себя мучить? Ну, непонятно. Но один раз пройти можно все. Да, для этого вы берете курс дизайна интерьеров, допустим, обучение. Проходите весь проект от начала до конца. Занимает это у вас там 6-7 месяцев. Все, вы типа дизайнеры, которые сделали проект. Дальше вы можете делегировать. Это нормально. Хочу онлайн-студию. Онлайн-студию тоже можно сделать. У нас, кстати, онлайн-студия, у нас все работают удаленно. Уже много-много лет еще до вот этого всего, то, что случилось. Как считаете, в какой момент можно перестать работать на студии, начать работать на себя? Когда будешь готов? Когда будут клиенты? Наверное, первично нужно найти клиентов, которые будут платить деньги и потом уже уходить. Ну, либо, если деньги вас не волнуют, допустим, я не знаю вашу ситуацию. Татьяна вот пишет. Ну, вот, возможно, у вас богатые там родители, либо у вас богатый муж. Ну, я не знаю. Либо просто у вас много денег и так. Тогда можно сразу уже работать на себя. Ну, то есть, вопрос, нужно ли вам зарабатывать деньги для того, чтобы, ну, просто чтобы они у вас были. Если нет, то можно в любое время. Если да, то надо аккуратненько это делать. Надо сначала клиентов найти. Вопрос. Вот книга комплектации, например. Для дизайнеров отлично. Предусматривает ли стандартные рекомендации именно для поставщиков, чтобы они внедряли в работу работу с дизайнером? Так вот, вот в этой книге, это трехсторонная книга. Вот здесь вот специально. Вот это клиент. Да, где там у нас? Опа, вот она. Есть дизайнер, вот он с чертежами. Вот клиент, поставщик, дизайнер. Вот они сидят и обсуждают. Она для всех сделана как раз. И там мы находим взаимоотношения специально. Вот оно даже символично, трубка мира. Вот они раскуривают чертежами. Соответственно, они находят общие взаимоотношения между собой. Да, об этом здесь написано. Сервис, все остальное там тоже есть. Ссылку на книгу, да, вот ссылку прислали? Спасибо. Так, окей. Кстати, всем, кто у нас на мероприятии, я лично сделаю автограф. Вот здесь подпишу. Вот так. И отправлю вам. Кто сейчас оформит заказ, напишите свое имя. И я вам отправлю отсюда, не со склада. Вот отсюда у меня здесь есть специальные премиум-книги. Хранятся те, кому я подписываю лично и отправляю. Поэтому у вас есть возможность сейчас оформить заказ. Если кому-то ценно, это будет мой автограф, да. Либо и получить его. С пожеланиями для себя, либо в подарок. Как понять, какие у меня таланты? Какой конкретно развивать? Точнее, кажется, у меня много талантов. Анна, хороший вопрос. Ягодкину пропустил. Давайте на вопрос Анны отвечу. В целом, вот я говорю, я создал сейчас систему. Там 10 занятий, 10 заданий. Это очень непростой вопрос, который многие ищут. Я отвечу, но у него комплексно, наверное, до конца года. Вот я создаю систему. Следите за обновлением, подписывайтесь. Частично я буду об этом рассказывать. Если вам сейчас прямо интересно и очень кратко, то посмотрите тесты в Википедии. Пятифакторный анализ личности. Это психологические темы, связанные с личностями. У каждого человека есть добросовестность, доброжелательность, экстраверсия, что там еще, нервотизм и интеллектуальная составляющая. Ну, то есть связанная с открытостью миру. Вот эти пять позиций. И эти пять позиций, либо в положительном, либо в отрицательном ключе, у каждого свои изначально. Плюс они развиваются с возрастом. То есть тревожность может нарастать, может уменьшаться. То есть они влияют. То есть каждый год лучше делать некий средственный кит-тест. И вот эти вот параметры, они влияют на то, кто мы. Как мы проявляем себя по пяти основным позициям в мире. Пять позиций – это я, как я к себе отношусь, моя самооценка, как я себя воспринимаю. Второе – это люди, как я с людьми взаимодействую. Третье – это дело, какое у меня проекты, какая работа. Четвертое – это мир, связанный с всем остальным. Там друзья, поездки, отдыхать. Ну, другие, в общем, вещи не связаны вот с этим. И пятое – это вещи. Как вы относитесь к вещам, насколько там ценны вам вещи. Это все, вот эти вот все факторы, они влияют на наш характер. Они показывают характер. Это и есть наша уникальность. И дальше, как это дело, все, наши личные черты, насколько они влияют на две вещи. Посмотрите вторую позицию, что нужно посмотреть. Это ценностный круг Шварца. Там есть еще Рокича. Ну, вот вам нужно Шварца смотреть. Сейчас много происходит всяких марафонов по распаковке, может быть, вы видели. Но они какую-то от себя там рассказывают. На самом деле, есть уже конкретные инструменты. Ученые это сделали. Шварц, посмотрите исследование. Они изучили 250 стран разных, нашли 200 разных ценностей у людей и объединили, разъединили их по категориям. Там всего есть 10 основных категорий. Уточненная версия 19. Там простое достаточно задание. Ну, то есть полдня надо посидеть. Расформировать эти ценности в порядке там убывания, в разрастания. И у вас, ну, как бы будет понятно, как и что у вас именно, лично у вас. С этими же позициями всеми связаны любые психологические учения. Например, соционика. Слушали, наверное, там есть тема по... Не психотема, юнга-юнга. В общем, юнг делал тоже. Дальше есть там пирамида масла у потребности, связанная с эволюционным развитием. В общем, вот это все связано. Это связано не в какой-то вот такой клубок, да, который надо бесконечно изучать. Нет, это простые и понятные упражнения. Если вы их сделаете в правильном порядке, в правильной последовательности, то у вас получится, ну, понять немножко о себе. Дальше вы идете просто к психологу, либо к человеку, который разбирается, либо ко мне на консультацию. Ну, можете прийти тоже, если у вас есть, ну, возможность, деньги, желание. Я с вами поработаю. Можете сами попытаться оформить. И дальше это скажет много чего о вас, и вы можете начать. Вот если кратко, то вот с этого начинать. Надеюсь, записали. Если более подробно будет, ну, я создаю программу, пока она не продается, пока я о ней ничего не рассказываю и не говорю, только вам первый раз сейчас сказал. Пока она, вот я ее сейчас тестирую индивидуально на людях, которые ко мне приходят, ну, как бы лично. Вот пока так. Студия может быть просто командой без физического офиса. Да, может быть. В принципе, такое даже самое лучшее, если она команда без физического офиса. Какие условия стоит предлагать сотрудникам, чтобы они не уходили с работы, как наберутся опыта? Хороший вопрос, Анна. Для того, чтобы сотрудники не уходили от вас, вы никак их не можете удержать, только если с вами они получат больше выгод, чем без вас. И дальше нужно понимать, какие выгоды у каждого конкретного сотрудника и что вы можете ему дать. Чаще всего это рост финансовый, это обучение, это работа с крутыми проектами, это миссия какая-то большая, которую вы вместе делаете, это причастность к чему-то. Вот это вот основные вещи. Как это применить, есть как раз тоже технология. Потому что инициативные, талантливые. Ну, в общем, я ответил, да? Нерватизм есть у каждого дизайнера. Да, вообще нерватизм это не у каждого дизайнера, это у всех есть, просто уровень нерватизма, он разный. И хорошие предприниматели, ну, видели, наверное, таких, да, которые, ну, типа, окей, ладно, случилось и случилось, ничего страшного, все, ложимся спать, завтра разберемся, утро вечером удлиннее. А кто-то вот спать не может. Вот это уровень нерватизма. Это связано не потому, что там человек дерган или что-то, это просто изначально заложенный фактор. Его можно уменьшать, либо увеличивать с помощью различных манипуляций, допустим, там, спорта, медитации, занятий. Кому-то это надо обязательно. Я, допустим, медитации не делаю. У меня нерватизм, ну, на минимальном уровне, я вообще не парюсь. Ну, то есть, вот такой я человек. А кто-то, кто переживает, они просто используют инструменты. У них инструмент медитации, допустим. Но у меня другие минусы есть. Я, допустим, достаточно, ну, то есть, у меня есть минусы, да, связанные с отношением, связанные с, я достаточно категорично, да, я достаточно резок, да. Многие люди думают, что, как бы, ну, которые меня не знают с виду, я очень такой, как бы, типа всезнайка и резкий. Вот, в жизни я не такой. Но впечатление такое создается. Это мой минус, ну, как бы, он же и плюс. Ну, почему нет? То есть, я отталкиваю тех, кому, ну, кому такое не нравится. Ну, скорее всего, они мои клиенты и не будут. Всем мил не будешь, это нормально. Но знать свои минусы, четко осознавать их. И если мне нужно, допустим, поработать с каким-то клиентом, я могу быть очень милым и приятным, например, да. Поэтому это просто инструменты. Чтобы их применять, нужно знать свои плюсы и свои минусы и использовать их в зависимости от ситуации. Вот это разумный подход. Понятно, да, о чем я? Можно мне с автографом книгу? Да, можно с автографом. Прямо сейчас заходите по ссылке, оформляйте заявку, оплачивайте, пишите, что мне автограф, и я вам сделаю, пришлем всем. Завтра, наверное, будем высылать, кто сегодня оформит. Дойдет быстро. Так. Так, так, так. Ну, все вроде, да? Уу. Ну, в принципе, видимо, вопросов не так много. Кстати, кто-то написал, я по три дня переживаю из-за пустяка. Да нет, переживать не стоит, потому что вы никак не повлияете, да? Может быть, на это пустяк, поэтому смысл переживать. То есть у меня тоже в свое время я решил для себя абсолютно не нервничать, как бы. Я могу походить там, побурчать, могу из угла в угол даже поругаться немного, да? Но это так, видимо, для успокоения самого себя. И тут же я отключаюсь от этой ситуации, потому что я не могу в ней там что-то поделать. И поэтому... Ну, а что нервничать? Само решится, оно однозначно решится. Рано или поздно все решится. Поэтому чем быстрее вы начнете что-то в себе менять, что-то делать, тем лучше. Чем позже, ну, значит, кто-то уже вперед вас что-то сделает и поменяет. Поэтому надо думать всегда, что все проходит, и это не... Ну да, действительно, сказал же один мудрец, да, все пройдет, пройдет и это. Поэтому нужно к любой ситуации относиться так, что она рано или поздно закончится, и вместо нее будет что-то другое. Вот у меня тоже, наверное, такой подход уже несколько лет, и поэтому я, видимо, поэтому по наитию порой, да, какие-то вещи решаю, вот, стараюсь их не просчитывать до конца, потому что если просчитаешь, начнешь ужасаться и будешь, наверное, отказываться от того, чтобы что-то создавать. И так, да, царь Соломон сказал, Галина, ну, видимо, да, царь Соломон. Тоже умный мужик был. Да, да, да. Как Андрей. Стас, ну, я попрошу тебя, попрошу тебя еще раз отправить ссылку тогда на книгу, Коль. Да, сегодня в течение дня, кто спрашивал, кто сейчас смотрит, кто с вебинара вот отсюда, да, всем мы опишем, сделаем, пишите сегодня. Да, да, да. Огромное спасибо всем, что были сегодня с нами. Считаю, что стандарты профессии неразделимы с желанием расти и, как бы, процветать, да, чтобы бизнес рос. В этом нужно действительно разбираться, отличать творчество от, просто от работы, да, от стандарта работы. То есть это разные вещи, и тут нужно тоже к этому так холодно, ну, как бы разумно, разумно с холодной головой относиться и не вестись на разные провокации, не вестись на разные истерики, которые сеют в Инстаграме различные товарищи, угрожая немедленным крахом всей сфере дизайна, потому что стандарты профессии будут введены, и что якобы даже топ-10 дизайнеров России, они все вылетят из профессии. Ну, то есть такие провокационные штучки, они, как бы, на самом деле совсем неправда. Вот, Стас, еще раз тебе спасибо огромное. С тобой мы еще очно увидимся в Томске, надеюсь, что перед этим мы увидимся еще и в Омске. Вот, ну и дальше будем развивать дизайн в России, ну и в других городах, в других городах мы тоже, я думаю, увидимся. Все, коллеги, еще раз всем спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Андрей, спасибо за приглашение, всегда рад выступить перед ребятами, если кому-то было полезно, супер. Мне будет очень приятно, если вы мне чертнете пару срочек по сегодняшней лекции, что из себя поняли, для себя интересно. Пишите мне прямо в Инстаграм, мне будет интересно, что же вы вынесли, какую-то основную мысль из сегодняшних тем, именно для себя. По поводу книги ссылку дал, пишите, автографом пришлю, как и обещал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok